Кстати, таунтов-то совсем мало, но такие таунты подобные. Ну, как сказать, на второй карте Кайл хорошо таунтил под вражеским троном. Это уже так, немножко раззадорить, потому что большинство филиппинских и индейских команд, они неплохо знакомы друг к другу, и они очень уважительно относятся друг к другу. И также фанатов мы уже видели, мы видели, как поддерживают филиппинские фанаты из Манилы. И даже там одному парню показывали, у него был Mobile Legends Австралия регион. Видимо, он из Австралии аж прилетел для того, чтобы посмотреть чемпионат. Вот к Сорной они далековато, да, он умеет, конечно, кнопочку эту тыкать, нажимать. Мы уже даже думали о том, что, возможно, у него тпшечка поближе к ткелам расположена, и менял он расположение. У нас, по сути, ситуация в очередной раз повторяется, забирается Бруно слева, открыт Фарамис. Опять же, та же самая Матильда, которая у нас из раза в раз показывается от Апибренов. И будут ли что-то изменять, либо пойдут по тому же плейстайлу? Ну, мне кажется, то же самое мы увидим сейчас, и, возможно, единственное, что изменят, это заберут себе Акая пораньше, ну, как вариант. Мне кажется, Матильда Фарамис хорошо работает, мне кажется, в данном стайпе. А знаете, какой у меня вопрос? А не может ли быть такого, что гики не хотят показывать свои пики, понимая, что вряд ли они эту серию в целом выиграть, попробуют хорошо отыграть, но не на топе, но не каким-то сюрпризами, не какими-то своими основными персонажами. Лилия слева уже для обоя, да, и Акай, да, но они форсили специально Матильду, чтобы, возможно, забайтить на пик, типа, о, смотрите, они нам отдают, надо забирать, но нет. Но ведь все то же самое. Да, не клюнули на удочку, это сейчас гик, да, и все еще Матильда, возможно, откажутся от нее конкретно в этой игре, но Фредерину очень тяжело без Матильды играть игру. Может, Дигги? Да, 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 вот я и подводил плавно к этому, что, возможно, будет Дигги, потому что он еще сильнее мешает играть Лилии, возможно, для этого они не забрали Матильду, чтобы посмотреть. Нет, все-таки Матильда, все-таки забрали, да, просто порядок драфта поменялся в данной ситуации. День сурка у нас практически с вами. Минотавр. Вот, про почти одни и те же 7 пики, да, Минотавр, сейчас кого там банят? Лапу, Лапу. В ответ. Лапу, Лапу справа будет, да, бан. Ну, наверное, Клауду в этот раз не отдадут. Ну, на Икс-то я бы посмотрел. Наверное, Клауду, да, забанят в этот раз, ожидаемый бан, на самом деле, Супермарк хороший, но, возможно, также Иксию забанят, потому что, хотя здесь и Бруди неплохо смотрятся, как будто для Супермарк, наверное, Бруди вторым баном забанят, скорее, Дигг, и будет Иксия. Вот, мне на самом деле мысль понравилась, которую ты развел, Никит, в плане того же самого Дигги. Насколько это круто было бы как раз-таки для Эпибренов, когда порядок драфтов еще поменялся. То есть ты забираешь для себя Дигги, перекрывая, в каком-то смысле, да, Панду, Лапу, Лапу, да, перекрывая Панду. При этом Роумера еще у Гиков нет, им придется тоже что-то выдумывать, потому что против как раз-таки Дигги не очень приятно. И Минотавру не нужно было бы банить тогда справа, и совсем все здорово было бы, но тогда пришлось бы Хильду, наверное, отключать. Ну, как вариант, как вариант, кстати, но тут, как говорится, у нас уже все развивается таким образом, что здесь Дигги вряд ли будет. Хотя, может быть, для Гиков, ну, как вариант, да, для Балой. Но Балойский у нас любит информацию, любит контроль, он любит Руби, он любит Тигрила. Вряд ли он сильно тренировал Дигги. Но не ровен час мы что-то подобное увидим. Дигги приятно играть под какого-нибудь Акая, потому что, ну, неприятно, когда Акая кого-то вытаскивает, а Дигги дает стяжку. А вот наоборот, под стяжку кого-нибудь подцепить, это всегда очень мощно. К тому же Лилия хорошо по этой стяжке начинает наваливать басуху. Да, Дариус хороший выбор для Бана, потому что хорошо будет играть. А с кем он будет хорошо играть? У нас еще голдера нет, у нас еще... Да он против кого угодно сейчас хорош в целом. Минусов маловато у персонажа, особенно в танковой спорте. Ну, под Матильдом еще хорош, да, когда Матильда ему помогает впрыгнуть, вытащить там ресурсы из противника. При этом Дариус после этого улетает легко обратно. Да, Халида теперь Фаркизи забирает, вот оно как, видите? Вы набаните, да, Клауда, а мы у вас вот так заберем. Хороший выбор. Сейчас ответный Фовиус уже слева, да, пойдет. Ну, как вариант. А почему бы и нет, кстати, в целом? Ну, нет, маловероятно, пока что... Матильдом будет слишком далеко его утаскивать, этого Фовиуса. Мне кажется, да, Фовиусу неудобно будет тут играть. А что другое? Терризл он плохо будет отставить, мне кажется, в моменте это все. Но он неплохо работает под Лилию, Лилия неплохо работает под Фармист. Мне кажется, Терризл хороший вариант, но тут надо тогда сетап скомбинировать нормально. Вот под Акая конкретно это все не смотрится, если честно. Мне почему-то кажется, как будто гики могут опять Икса выкатить. Мне этот вариант не нравится, но есть почему-то такое причем. Без Дариуса полегче будет, но Халид все еще силен против Икса. Какой же выбор будет? Очень долго думал. Так, интересно. Да, очень интересно, кого брать. Что-то новенькое наверняка на Икспу у нас будет. Это Чонг, очень интересный. А мы где-то такое видели, да, Чонг Ангела, когда он там взорвал... По-моему, как раз-таки на МСС было от Китбомбы, когда Чонг под Ангелой уничтожал всю карту. Когда Айконов, Айконов, да, в А4-х влетели, они выиграли. Такая же легендарная связочка. Броди? Броди, думаете, друзья? Или будет Ангела выхиливать, хотя Икса тоже, ее еще легче выхиливать, чем Броди. Мне кажется, Броди здесь хорошо будет. Бутер Броди. И Ретель здесь могут попробовать взять, как вариант. Ну и Ретель, мне кажется, Ангела будет слишком легко выхиливать, то, что дамажит Ретель. Броди хоть как-то резко вносит дэмэдж, да, в нужный момент, если он подключится к файту, будет хорошо вырезать оппонентов. И легче за счет стана на развороте это все. Хочется что-то мобильное в голдлайме. Да, и Ретель, и Чонга хотя бы кайтить может. Но придется брать очищь. Все-таки Броди, да, все-таки Броди. Да, Броди, друг. Более уверены в этом персонаже. Ну под Фарамиса, под Матильду, знаешь, зачем тебе эта Ретель нужна? То есть, да, она может закайтить, но а зачем, если у тебя есть Матильда и Фарамиска, то, если что, тебя готовы подсейвить в этой ситуации, правильно? Поэтому Броди более уверены. Можно резко дать ульту под хорошие стаки, и Ангела это не успеет просто выхилить. Но это надо еще дойти до такой стадии, чтобы Ангела это не успела выхилить. То есть, посмотрим, будут ли... В Гекфам сейчас, опять же, очень агрессивный сетап. И сейчас, мне кажется, что они могут опять выйти во вражеский лес, попробовать навязать свою игру. Предикты? Ну, они любители большие, да. Какие предикты у вас? Здесь мне, если честно, по сетапу, по дамагу, по всему прочему, нравится Брэн. Но вот что-то мне подсказывает, что гики могут навязать свой темп. Петр? Нет, я думаю, что все-таки Брэна должны сыграть точнее, потому что слишком много ошибок от Балойского в последнее время, в начале. Поэтому есть шанс, что его ловить будут. Мне поприятнее глазу именно, наверное, с пик Гекфамов. Но увидим, как это будет, выход на возможный матч-поинт. Брэны могут сейчас закрыть эту серию, либо мы выйдем в плотнейшие Best of 5. Поехали, посмотрим, как это будет. Ну, многое мы ждем от этой игры, действительно, многое мы ждем, в принципе, от всех игр. И многое мы получаем, дорогие друзья. Никто, наверное, не ожидал, что настолько гики будут плотны, несмотря на отсутствие у них своего лесника навязывать противостояние. Но, оуэн, мы это видим снова. Опять Матильда мешает вражескому леснику, но он должен спокойно... Да, но он даже, кстати, смайт не отдал в этот раз. В этот раз Марки будет со смайтом. Ой-ой-ой, Балойски, 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 Балойски. Ой, Балойского проблема. Балойски, Балойски, и плюнуть, и плюнуть. О-о-о-о-о-о! Я же сказал, что его заберут, скорее всего, в начале, помнишь? А вот и Матильда, все. О-о-о-о-о-о! Догорел! Догорел этот эмблем плюс тычки, и все-таки не успел он с Матильда выкилить. Извини, я просто... А мой дожег, дожег Балойского. Только что, можешь сказать, повторить? Я говорю, я сказал, что он слишком агрессивно будет играть, и у него есть риски умирать. Вот, его сразу первым забирают. Ну, Ангела все-таки не настолько много хилит, ее нерфили в прошлый раз из-за фляги. А вот до фляги еще дожить надо, чтобы вернуться в ту форму. И Ангеле дамага действительно может не хватать в ситуациях, и хила, чтобы выживать. К тому же против Фарамиса. Не смог Фарамис там забрать этого крипа. Да, он близок, очень-очень близок был, да. Но у Марки тоже не очень удачная ситуация. Кто забирает Марки, все-таки забрал этого крипа. И близок к тому, чтобы получить четверку, но четверки не будет. А вот у Кальзи четверочка уже есть. Да, и он пытается сместиться сразу еще одного крипа, наверное, на топе. Нет, да-да-да, уйдет на Вражского, как я и думал. Это наиболее адекватный вариант развития событий. Ну, видимо, он сперва не хотел рисковать от Заматильды. Потом такой подумал, так, ну у меня четвертый, что я здесь потеряю? И все-таки забирает четверку. Нет, у Марки до сих пор четверка. А черепаха уже появляется. Ульту еще и дамага вносит. И Брэйн начинает доминацию. Должны забирать здесь легко эту черепаху. Если побыстрее скинутся, тем временем на топе противостояния. Чонг неплохо так страдает. Но и в Лайптизе также на размене получает кучу дэмэджа. Это все должна будет выхиливать Ангела, которая уже получает четверку на меду, подходит сюда. Все еще нету четверки у Марки, но летит под Ангела Чонг, начинает наваливать бацухи. Марки отправляется в таверн на развороте. Также флап Тизи должен погибать на ульта от Фармиса. Идет Калтизе забирает, еще черепаху вихиливаться. В этом моменте оппонент Люк страдает. Подброс от Батильды ловит. Неплохой пришиб мог бы быть сейчас, соответственно, от Калтизи. Но Балойский прожимает флик. И это плюс три фрага, плюс черепаха. Да, разменчик есть небольшой, но тем не менее, Эпи Брэйн выходит преимущество в тысячу голды. Да, суровый файт оказался, Брэйн не отпускает своих оппонентов. Но, конечно, совершенно заденяли возможность Марки файтить каким-то образом. Не дать четвертого уровня Акаю дорогого стоит. Да, в данном сетапе он смог это дело переиграть. И причем, опять же, у Акаи есть возможность забрать одного крипа, второго монетку, чтобы набрать четвертый. Ни одного из этих крипов не дал нормально забрать Калтизи своему оппоненту. Ну и, соответственно, смог благодаря этому выйти спокойно абсолютно ничего не предвещало для них беды. Ну и так и случилось, что Чонг хоть и вылетел под Ангелой, но удачный рассказ кнопок от Матильды, от Халида и от Фарамиса под сейв сыграл свою роль. Да, все очень четко сделали. Чемпионы Филиппин. Напоминаю, что это у нас чемпионы Филиппина и Пи Брэн против вице-чемпионов Индонезии. Гигфам, которые находятся в не самой лучшей форме из-за того, что у них замена лесника. По Марки идет атака от Кальти. Ему понравилось забирать чужой лес. Он говорит, что тут два леса, я могу, получается, в два раза больше фарма иметь. Вот, Марки говорит, что это нет, это мое. Вот, и получается так, что никто никого сильно не продамаживает, а до объектов также никто не добирается. Что интересно, у нас Халида все-таки отзонил Чонг, да, Чонг больше любит танковый сетап, поэтому Халид с этим не так явно противостояние заходит. О, как армарка, что это было? Это что было такое вообще? Я не знаю, как это объяснить. Ладно бы стаки на них были, а так, может быть, была попытка резко ворваться, продамажить ультой, и под это дело влетает Кайл Тизи. Двоих ловят в свой таунт. Они же не на стак, они же не на стак, зачем? Да, ловят в их таунт, и в этот момент продлевает Супермарка своим станом под эту тычку, ускоряется, продлевает станом. Можно было бы одного персонажа по меньшей мере забрать. А может, они были на стак, они просто нам показали, как моментально упали стаки, уже потом доигрывать пытался. Фью отдает здесь все-таки Пью. Флик свой, плотно задушила его Лилия на этом лайне. В этот раз больше фокуса у нас отдается Фарамису. Марки залетает сюда, Кайл Тизи, в этот раз есть у него ульта. Очень хорошо выпрыгивает за стеночку, но нет, все-таки не смайтит. Марки забирает объект для своей команды. Все-таки Супермарка на боте, кстати, каким-то неведомым образом забирает Балойского. У меня, кстати, немного догадываюсь почему. Возможно, он пытался выйти там, но идет файт. Ульта у нас от Фарамиса. И Люк, да, отправляется здесь в таверну. Все-таки, как же сильно похилился Флаптизи во время ульты Фарамиса. По-моему, туда он заходил с гораздо меньшим количеством ХП. Наверное, Ангела пыталась ультануть в тиммейты, и в это время стояла, а Супермарка подошел, сбил ульту и добил ее. Наверное, мне кажется, такая ситуация. Да, останься здесь, пожалуйста. Здесь как бы, да, у меня грустно без тебя. Вот, плюс тысячи IP Брэн ведут против своих соперников пять фрагов, но преимущество незначительное для такого количества киллов. Вот ровно по 200 голды, если давьют за фраг, как раз вот тысячи и получаются. Супермарка на 200 голды опережает своего оппонента на голде. Дальше с большим отставанием по общей голде, да, идут все остальные персонажи. Кадера немножко восстанавливает статус-кво, получает дополнительные 110 золота от башни, потому что плюс 50 золота тому, кто находится в радиусе уничтожения башни. И это, кстати, сумма делится между всеми, поэтому, когда бьете золотой щит, когда добиваете башню, выгадите свою норову и уходите, чтобы стрелок получил это золото. Ну и у нас влетает AP-бренд Балойского, Балойский в этот раз отказывается умирать через флифт. Хочу отметить огромный дэмэдж здесь от Матильды по соло цели, и, как мы видели, Халида взрывал в свое время этот персонаж. Ой-ой-ой, тут Калтизи догоняет все-таки Балойского. Непонятно, зачем Балойский вообще шел в эту сторону, когда там только что были видны персонажи, обоя вытаскивают, но есть у него, соответственно, сапоги. Калтизи хорошо Кадеру подлавливает, и на лоу-хп стрелок вражской команды у Матильды вот-вот должна появиться ульта. Чтобы отыграть в это время, Халид спушивает топ-вышку, и начинается игра по Чонгу. Матильда отсюда спокойно отпрыгивает, и Кадер возвращается на лайн, чтобы похилиться от крипов. Туда уже смещается Лесник, нету маны, нету маны здесь у стрелка команды оппонентов, нет дефа, нет возможности уйти. Есть флик, есть ульта Ангелы, но вряд ли у него это получится сделать. Спокойно цепанули и стабильно килл забрали, плюс еще Т1 заберут, а тем временем у нас команда Гикфан выходит на Черепаху. Ой-ой-ой, Флаптизи. Флаптизи! Так, Флаптизи! Скушал Черепаха один против четверых одновременно, Калтези тоже хочет помочь своему тиммейту, поддержать, так сказать, действуем за такие вещи, показывает значок броны Спортс, и хотят дальше играть игроки. Так, идет игра у нас дальше, Калтези забирает себе синие, да, забирает себе синие, и тем временем еще вышка на мидлейне была забрана игроками красной команды. Так, ну и игра у нас продолжается, по-прежнему перефарм у нас 3300 обосновался в карманах Эпи Брэн, и все, немаловажный вклад в это сделал как раз-таки эксперт команды, который забрал Черепаху, казалось бы, в такой патовой ситуации. Ну и на боте также сносится вышка, и перефарм только продолжает расти. Кстати, вайбы такие, предыдущие, вернее, предыдущая первая карта, да, когда, или третья, вот как раз 1-7, тогда же у нас был счет вообще разгромный. Здесь у нас примерно так же и получается. Очень хорошо нажимают кнопки Эпи Брэн, и по макро, и по микро пока что полностью переигрывают своего оппонента. Валойский, хочу его отметить, он слишком часто загуливает на этой Ангеле, он, видимо, забывает, что он не на Руби, которая даст контроль и отойдет обратно. Это Ангела, которая лучше бы сзади находиться, она не может подходить так вперед. Да, да, он кого-то перестроиться не может, здесь Марк и вылезает, его притягивает Фарамидс ближе, но Супер Марк и тоже подходит поближе, Марк и Супер Марк, интересно. Вот, Калтизи здесь притягивает Акай к стенке, но урона-то нет, он не хватает пока что, и этот файт заканчивается тем, что вытащили 2 ульты с одной стороны и всего лишь одну с другой, а Флаптизи пока что сплит пушит топ. Да. Да, Лорда 25 секунд, время есть подготовиться и уже быть во всеоружии. И интересно, что броня неустрашимости появляется, он не покупает себе пистолет вторым предметом, он играет здесь более надежно и немножко танковости тоже для себя забирает. Калтизи, забирает синий баф опять у Акай, при том, что не было даже смайта, у него идет подброс также от Матильды, пришив, срабатывает почти, почти отфармится, даже отлетает, а тем временем подлавливает здесь Люка, но нет, Люк спокойно отсюда на прыжке уходит. Можно выгнали лесника вражеского, можно поиграть по лорду, но если что, Чонг заряжен, у него все еще есть ультимейт, также подходит сюда Акай, может прыгнуть сюда, но слишком много дэмэджа у Брэнт, получится ли вообще это реализовать, Чонг, будет ли врываться? Нет, понимать, что слишком мало здоровья, нужно отойти. Но Бруно еще нет, обратим внимание, Бруно сейчас на ботлейне был, он занимался пропушем, Т2 не смог уничтожить, однако по таймингам очень четко все понимает, буквально еще пара секунд и соперник бы уже успел сбить. Телепорт. Десятая минута у нас идет, 29 тысяч против 23,5 ведут чемпионы Филиппин, но и сейчас очень хорошо они должны пропушить все и увеличить свое преимущество. Хочу заметить, что до сих пор не собран сапогу Бруно, красный забрал Марки, хочу заметить, что нет сапога у Бруно, и он 600 голды потерял на вот эти штаны, да, то есть, казалось бы, перефарм у нас на полторы тысячи, но из-за вот этих штанов и отсутствующего сапога, кажется, как будто перефарм с целых три тысячи, там накопился примерно. Вышка Т2 буквально крипами одними сносится в пользу Эпибрэн, и 6000 перефарм уже имеется, по миду хотят сыграть, Пью начинает простреливать. Здесь Матильда Кайлтизи прыгает также рядышком, Матильда готова вытащить, Лорд идет по топу, и абсолютно дофига преимущества в Эпибрэн, 7 тысяч голды. Лорд уже заходит в радиус Т3, но пока не готов сапога подставляться, как в первой игре, и отдавать это преимущество, чуть-чуть сносят вышку Т3, ну и на этом пока будут, наверное, отходить, или будут давить дальше? Будут, будут давить потихонечку, но не находят, не находят кило. Они ждут, наверное, что Балычский кого-нибудь притягнет, и потом сыграть нового Балычского-то на Ангеле в этот раз не получится. Очень, очень спокойно. Нет, Брэнэ все-таки, все-таки не прав был я, Брэнэ, Брэнэ это же филиппинская команда, они не любят рисковать, а вот индонезийская, может быть, что-то бы и попробовала. А в прошлой игре казалось не так, когда они залетали под Т3 Тауэр, да? У них есть Матильда, у них есть Фарамис, они, в принципе, могут это делать. Тут Лилия, она бы быстро забрала грибов, и вряд ли бы на этом можно капитализировать, ведь у них очень большое преимущество, им сильно торопиться-то и некуда. Кстати, по капиталу, вот капитализировать, ты сказал слово, действительно, очень даже неплохо все у команды Эпи Брэнэ, мы видим, что нанесенный урон пока еще не успел разогнаться от того самого Фарамиса, он еще не вышел в пиковую форму, но у него появляются молнии, которые могут значительно повысить этот показатель. Игра у нас по красному бафу, Марки тратит ульту, чтобы забрать его себе, настолько ли важен этот красный баф? Но он понимает, что Смайт может сейчас отдать в целом, и хоть немножко, но приятно. Да, но дело в том, что Брэнэ могут теперь попробовать заходить, но там Лилия опять же на то, в хрипов играет, видите, Лилия играет не в игроков, а в хрипов, и таким образом каким-то образом что-то создать сложно. Люк далековато, его вылетел, наверное, попробовать решил, вдруг кого-то можно будет подцепить, но Брэнэ, конечно, не ведутся на эту провокацию. Ну, что у нас интересно по принятому урону, да, Марки у нас абсолютно лидер, но и Калтизи так неплохо на развороте получает. 15 секунды лорда остается, этот лорд будет вторым, как раз-таки усиленным, и он уже будет заходить в, скорее всего, Т-3 тавер на меду, да, он вроде как надамаженный чуть больше, чем остальные вышки. Ну, и надо еще чуть-чуть увеличить преимущество по вражескому лесу, но пока не готовы все достигиваться, решают как можно быстрее сыграть по лорду, для того, чтобы как можно раньше реализовать то самое преимущество, потому что на 12-й минуте 7000 это много. Да, это очень-очень много, и нужно идти вперед, ну, не нужно, а желательно идти вперед, для того, чтобы не дать сопернику шанса поднять голову обратно, восстановить всю эту ситуацию, или как-то откамбэкать, за счет того, что они просто временно будут набирать голду и, собственно, увеличивать свое золото, потом сравняются по предметам, и перифар там 5-10-20 тысяч не будет иметь значения. Да, да, действительно, то есть, о чем я говорил, если бы забрали на минуту позже, те же 7000 уже смотрятся не так увесисто, да, чем были минуту до. Ну, и здесь увеличивается преимущество до 9, благодаря этому лорду идет игра у нас по центральной вышке, лорд очень ранняя, очень быстро выходит по этому объекту играть, тут же таунт у нас срабатывает, Камарки ловит на себя подброс также от Матильды, все еще не отдает ультимейт, Калтизи очень далеко, пришиб неплохой, но не сильно продамаживает флик от Лилии, прожимается, лорд дефается по Т3 Тауэром, Т3 Тауэр на боте также упал, идет игра дальше, половину здоровья у нас теряет Калтизи, отсюда спокойно отступает, вытащили смайт, вытащили флик и ульту из Лилии, в целом не так много, отдали они гораздо больше, но, тем не менее, можно гордиться тем, что они смогли забрать и Т3 на Миду, и на боте, и сейчас будут подводить по топу, перифарм 10к. Сурово, серьезно, и очень впечатляющий выход сейчас под Т3, очень далеко обои вылезают, играет по Лилии, для того, чтобы она не могла забрать Калтизи, пошел ульт от Чонга, ульта Ангелы, в Чонга пытается посмотреть то же самое, что его сделали против команды Айкона, и получится это сделать или нет, вылезает в Алойке слишком далеко, здесь Флаптизи заставляет его смещаться в другую сторону, и взлет Чонга не удался, сейчас Эпи-Брэнт будут стараться зайти, у них все ульты есть, ульта Ангелы пошла, над зоной Флаптизи тоже играет по двоим одновременно, заставляет Флаптизи подойти ближе к трону, через отталкивание Акаем, но заканчиваются крипы, и Матильда помогает своим киммейтам избежать безвременной кончины. Да, забирают, соответственно, и у ульту, у Фарамиса выбивают, потому что Фарамиса ставил команду, но все-таки малой кровью отделались Эпи-Брэнт за такую наглую выходку, хочу отметить, что Лилия по-прежнему у нас забирает, играет максимально в крипов, да, и благодаря, ну, во всех, кроме, видимо, центрального тавера, именно трона в данной ситуации, неплохо, крип соло, там, надамажил 300 где-то урона, ну и по топу вышку Дефала Лилия, именно ее конкретно она играла, несмотря на то, что куча персонажей залетели за эту вышку, и могли поплатиться здесь Эпи-Брэнт, если бы не Матильда и Фарамис, отдавшие свои важные кнопки на подсейф команды, но Алюк, он в той игре не, вот, конкретно в том выходе под Ангелы, он просто не решил не переагрессировать и отдать отцепу на более важный файт. Посмотрите, какая большая разница по дамагу Фью и Кальзи делают максимум урона, причем Кальзи играет на Фредрине, очень, еще и по принятому урону, он на втором месте, и там, и там, вот так вот. Пошла раскрутка, но есть ответная ульта, как же Флапкизи это прочувствует, без ульты Акай, понимают сейчас Эпи-Брэнт, что без ульты Акай будет играть очень просто на Лорде, тут же смещаются туда и хотят как можно быстрее забрать этот объект для себя, перефарм, все еще где-то обосновался в районе 10 тысяч, и Матильда уже появляются кровавые крылья, плюс хил, да, плюс щиточек, плюс, соответственно, хп-шку для себя получить вот этот, ну и можно играть дальше. Марки без ульты, но понимают прекрасно, что нету здесь возможности нормальной ему отыграть. Да, они все вместе стоят, а мне пройти через это узкое пространство, таким образом, пошли, пошли Эпи-Брэнт, будут играть дальше по Балойскому, он доиграет Ангелы, зачем, что там делают, его забирают. Флапкизи ультует, Палюхот, попытка доиграть, Чонг использует ульту, вылетает за пределы карты, но что там делает Балойске, я не понимаю, почему он стоит впереди где-то. Заходят игроки команды Эпи-Брэнт в самый центр базы, забирают крипов. О, здесь Калтизи можно попробовать вытащить, но это не получается сделать. Да, у Фредрина есть прыжок, он им пользуется, Фил простреливает, и 2000 здоровья тут же отрывается от Лилии. Также у Лилии у нас все-таки ультимейт есть, Калтизи цепляет здесь все-таки марки, марки без ульты, подброс будет работать здесь, ну люк от него, уворачивается Кадера, погибать моментально лорд патроном, надо просто в трон скинуться. Моментальный вайп-аут, как они все одновременно отлетели. Ой-ой-ой, просто взорвали, взорвали, уничтожили, да, Брэна нашли лазейку, как это сделать, и распахнули дверь ногой в этот, в полуфинал, в финал верхней сетки, и Оники против Эпи-Брэнов. На самом деле, самая чистая, наверное, игра от Эпи-Брэнов за всю вот эту вот именно сеточку против гипфамов. Прямо сейчас все пошло по плану, все работало как часы, я хочу отдать Эпи-Халиду, можно именно этого игрока здесь почерпнуть, потому что мне показалось, что он даже круче себя реализовывал, чем люк, да, в исполнении его визави именно из гипфамов, и вот прям очень классно я некоторые хайлайтики подарил. Здесь команда хорошо вместе работала, и Калтизи опять, что отмечал Андербелка, кучу дамага внес, несмотря на то, что это Фредерин, казалось бы, Матильда его сейвил по сцену Фарамис, очень вовремя все использовал, кто кому там что сломает, говорит, действительно это так. Фарамис, кстати, притянул троих, и поэтому все прекрасно получилось, не дал отойти игрокам команды гипфам, куча урона, просто взорвали очень классно, ярко Эпи-Брэна своих оппонентов. Обменяли здесь не то, что даже рукопожатиями, да, обнимашками коллективы. Обычно у нас как раз выходит сначала проигравший коллектив, но в итоге сейчас у нас Эпи-Брэна сразу же выходит на это интервью. Вот бы слышно было, блин. Да, не слышно, к сожалению, пока что говорит Мара, но зато она очень мило улыбается, это тоже не бог. Этого, в принципе, нам и нужно, вот здесь у нас говорят. Да, да, что вы думаете, как вы смогли выиграть эту игру и совладать с вот этой агрессией от гипфам? И отвечает игрок, что да, действительно, все вышло очень круто. Мы всей командой состакались, просто вернулись в свою игру, в моменте немножко ошалели от наглости от гипфам, вот эти попытки выйти немножко. Во, все, мы начали слышать. Я просто по губам читать пытался, несмотря на то, что они в масках. Ты даже такой язык знаешь, не только филиппинский. Кайл, давай, скажи что-нибудь нам. Что ты думаешь насчет попыток Марки попробовать пересмайтить тебя? Да, он говорит, что ожидал того, что у них будет битва по Вадмизде. Я бы хотел услышать, что ты говоришь, как ты вообще оценишь выступление. Выступление Марки как лесника, замена команды гипфам. Он говорит, что возможно, если бы Марки больше практиковался, то Марки мог бы быть один из самых сильных джанглеров вообще в мире. Хорошее уважение к сопернику. А, очень немногие думали, что гики выиграют хотя бы одну игру у вас. И что, как вы думаете? Говорит, игрок команды Брэн говорит, да, вообще-то мы ожидали этого. Да, они не очень-то удивились, потому что гики забрали одну игру, и они знали, что гики были очень сильными, хорошими. И ушел-то у них всего лишь один игрок, поэтому Брэнны прекрасно представляли, что гики будут реально хорошо выступать. Ну что ж, скоро у вас будет просто невероятный, ожидаемый матч против АП Брэн и ОНИКов. Топ-1 на Донезии против Топ-1 Филиппин в финале верхней сетки. Вы говорили о том, что вы не особо сильно чувствуете давление на вас. Да, действительно, спасибо, Паскалей довольно маловато здесь, чувствуем себя довольно комфортно, спасибо всем, кто поддерживает, и мы чувствуем себя дома. Это из-за меня, да? Я говорю, это из-за меня, наверное. Давайте перейдем к предиктам. Серия до трех побед, Бест-О-5. Я бы хотел услышать от Супер Марко. Серия Бест-О-5, а твой предикт? 3-2. О, все, до конца 5. 3-2 в пользу. 3-2, но ты не знаешь, кто? Тоже самое. Но он говорит, но я не знаю, кто. Интересно. Он говорит, 3-3-0, и Пи Брэнн, просто уверенно, абсолютно. 3-2, то же самое. Тоже 3-2. Причем не знает даже, кто именно, инбади говорит. Только один флак, который говорит о том, что будет 3-0, он очень верен в себя. Ну что ж, финальное сообщение, финальное миссаго вашим фанатам, всем, кто смотрит. О, как хорошо. Он говорит, спасибо всем, кто их поддерживал, играющих против ГИК ФАМ. И надеюсь, что он... И надеюсь, что увидит всех на матче против Оник, что они будут поддерживать. Ну что ж, поздравим Оника, поаплодируем этой команде. Как минимум в топ-3, да, они входят у нас теперь. Да, да, в топ-3. Хороший, приятный матч сложился. Но в любом случае, у нас, напоминаем, что ГИК ФАМ не покидают наш турнир. Падают в нижнюю сеточку, где еще смогут побороться и показать себя. И с учетом того, что у них будет уже на Эль играть, да, в лесной линии, они явно должны давать еще более высокие показатели. Но они на Blacklist падают. Там не все так просто, да. Вот если на самом деле серьезно, если на этом противостоянии, возможно, у них был стандартный состав, я даже мог бы говорить о том, что это точно было бы, наверное, плотное Б-105 противостояние. И было бы то, что они могли бы выиграть здесь. Да, просто Брэн очень быстро прочитали геймплан и поняли, что тут не так много драфтов успели заготовить в ГИК ФАМ для игры. Поэтому смогли легко обыграть в следующих противостояниях. Но первую и вторую карту очень плотно ГИК ФАМ дали бой. И если в своем фирменном противостоянии они будут выступать, в своем фирменном сетапе, с Лесником, все-таки дают, кстати, MVP Матильде. Хочу отметить, что против Blacklist может быть тоже все так нестабильно, на самом деле. Что вы думаете насчет этого матча? Потому что я думаю, что с Лесником они показывают хорошую игру и могут даже обыграть Blacklist. Или вы так не считаете? Там может быть 3-2 в любой из сторон, я скажу так. Там, наверное, предугадать победителя очень сложно, потому что Blacklist привыкли играть против достаточно спокойную игру. А ГИКи, наоборот, суперагрессия. Это квинтэссенция агрессии со всего чемпионата. Мы знаем, что Балойский, он живет в чужом лесу. У него, знаешь, манит туда что-то. Да, манит туда что-то. И поэтому, как будут Blacklist от этого защищаться? Большой вопрос, ведь все-таки на Филиппинах предпочитают более спокойный стиль. И достаточно ли опыта у Blacklist сопротивления таким вещам? Ну, что хочу я лично от себя также добавить сюда, что для нас было бы очень крутым против Астане, да? Как раз-таки GeekFam против Dauswult. Поэтому, если получится у GeekFam забрать свою игру, а у Dauswult свою против CSUN, то действительно будет контент, давай. Свой финал, да? Отдельный. Да, это хотелось бы понаблюдать на самом деле. Но, правда, будет сложно. Для меня, если честно, Blacklist все-таки на порядок выше. То есть, я, наверное, вообще команды бы вот по такому террористу просто... О, тройной подброс. О, тут да, было очень красиво. Четверной. Один из заключительных, да? Или заключительный файт на победочку уже тут был. Ну, предпоследний, да, получается. И тут они уже с лордом выходят и побеждают. Так вот, хотел бы быстро продолжить. Для меня, наверное, сейчас вот явным фаворитом прослеживаются Oniki, второе место Blacklist и третье EpiBren. Я бы вот так поставил. Поэтому против топ-2, по моему мнению, опять же, это сугубо... Я так думаю, очень тяжело будет GeekFam встретиться с этим оппонентом. Это, правда, будет очень тяжелое противостояние, даже с наличием их основного лесника. Вытеснили все. Есть такое. Синие бафы 12. Один фраг отдать. Один фраг всего лишь, да. Эпи Брены очень жестко закрываются у соперника. И то, это был разменный фраг. Когда повезло, там, хватило урона прям по фарамису. Он должен был выживать. Там, стычки Лилеева добил. Так должно было быть 0-12, мне кажется. Ну что ж, по поводу противостояния в нижней сетке первого противостояния понятно. А что думаете насчет Deos Fult команды такой? Я думаю, мы должны. То есть, они показывали хорошие результаты, даже против тех же GeekFam, против Homeboys. Это все было круто. Мне кажется, должны Камбоджу обыграть в данном противостоянии. И они вполне к ним готовы. Я думаю, что сегодня, как ни крути, они проиграли не Onycom, а сами себе по ощущениям. Потому что быстро, быстро отмели свою игру и начали играть в игру оппонента. Это самая главная проблема, когда ты начинаешь играть. Думаю, здесь немаловажный фактор все-таки того, что сами Devo прекрасно в голове. Они уже в голове до игры поняли, что там Onyx сильнее в разы. Значит, как бы это уже на игре и проявилось. Это хороший плюс в плане менталов. Знаешь, они попробовали и уже не так страшно будет в следующий раз выходить. Это очень классный опыт. Очень классный опыт. Но одно такое поражение, прям 3-0. Ну, видно, что Onyx воспринимали серьезно, да, команду Devo Sult. То есть не стали у нас... Да-да, готовились точно абсолютно. Да-да, и они прям 3-0 закрыли. Несмотря на то, что с Blacklist казалось момент, что что-то пробуют для себя. Вот против Devo прям выкатили все.